Привет, друзья! Сегодня говорим о классической народной игросборке на начало 23-го года, которая, как и 10 лет назад, базируется на Core i5 и видеокарте с 60 на конце. Ничего особо в 23-м году пока не изменилось. Core i5 12400 и RTX 3060 — это золотая середина, такой ПК потянет все игровые новинки на максимальных настройках графики в самом популярном у игроков разрешении Full HD, и даже иногда с лучами удастся поиграть в 2К или QHD. Но на что этих ребят ставить? Как сильно можно сэкономить на материнской плате? Можно ли будет потом все это дело прокачать? Мы тестировали эту связку на такой охолощенной плате 3 дня, нам помогала вот эта вот штука. В общем, на связи МК, сегодня отвечаем на самые популярные вопросы о народном игровом ПК в 2023 году. Поехали! И для начала отсекаем совсем дно. Платы на чипсете H610. Это максимально офисные доски, на которых ни память не разгонишь, ни поддержки PCI-Express 4 нет. Да и сами материнки идут максимально урезанными, даже PCI-Express слот под видеокарту частенько идет без металлизации, что чревато в случае с тяжелыми современными карточками. Поэтому логично доплатить пару тысяч за решение на B660. Тут и платы гонятся, и слот PCI-Express готов принимать хоть RTX 4090. Да и в целом такие платы рассчитывают под что-то более мощное, чем Pentium или Celeron. И как раз в этом кроется загвоздка. Плат на B660 очень много. От самых простых без радиаторов, типа такой как у нас, вплоть до топовых со встроенным Wi-Fi и десятком фаз питания. То, что топовая материнка вытянет 12400, вопросов нет. Но сегодня мы зайдем с другой стороны и проверим, вытянет ли простая плата без лишних наворотов, этот народный шестиядерник. В нашем случае это самая простая доска от MSI, Pro B660ME, всего два слота под ОЗУ, четыре фазы питания процессорных ядер без радиатора, один слот М2 и суммарно шесть USB. Все это близко к решениям на H610, но зато гонится память и металлизированный PCI-Express слот. Ну и цена у нее всего 7 тысяч рублей в рознице. Для начала проверим, как такая ободранная плата справляется с шестиядерным i5 в стоке. Не секрет, что Intel и AMD мухлюют с теплопакетами и формально 65-ваттному i5-12400 дозволено потреблять почти вдвое больше – 117 ватт. По умолчанию MSI использует для этой платы достаточно жесткие лимиты – 65 ватт на долгосрок и 115 на полминуты. Давайте выясним, как работает этот процессор, если ограничить его 65 ваттами. Нагрузим его в AID по полной, включив тест FPU. Едва ли какой-то софт сможет так же сильно загрузить процессор, так что это скорее максимально худшие для него условия. И здесь хорошо видно, что шестиядернику 65 ватт для полного раскрытия не хватает. Частота устаканилась на 3,7 ГГц, тогда как максимальная по всем ядрам для i5-12400 – это 4 ГГц, то есть потеря производительности около 10%. Процессор при этом греется достаточно слабо – ниже 75 градусов. Оно и понятно – водянка для такого холодного решения – перебор. ВРМ тоже справился – в самой горячей точке температура была около 80 градусов, до теплового троттлинга еще три десятка градусов. Теперь приблизимся к реальным условиям серьезной рабочей нагрузки – тест рендеринга на процессоре в Cinebench. И тут аналогично – 65-ваттный лимит на долгосрок несколько снижает возможности процессора. Максимальные 4 ГГц по всем ядрам не достигаются. CPU снова теряет порядка 300 МГц. В таких условиях четыре фазы без радиаторов с задушенным i5 справляются, нагрев меньше 80 градусов. А что там по реальным задачам? Сильно загрузить процессор может блендер. Давайте рассчитаем на нашем 12400 достаточно сложную демо-сцену школьного класса. Процессор снова упирается в 65 Вт и сбрасывает частоту до 3,7 ГГц. Время расчета сцены чуть больше 8 минут. ВРМ прогрелся слабее – меньше 75 градусов. Что ж, Intel не соврала – 65 Вт даже нашему i5 не хватает для полного раскрытия в рабочих задачах. А ведь у компании есть 24-ядерный i9 с таким же теплопакетом. Ну да ладно, давайте уберем лимиты и проверим, как ведет себя плата и процессор. Для этого в биосе ставим долговременный лимит, равный короткому – 115 Вт. Снова пробуем прожарить процессор в FPU-тесте AIDA. И что мы видим? Процессор удерживает максимальную частоту в 4 ГГц, потребляя при этом 80 Вт. Нагрев тоже увеличился – до 80 градусов, что далеко до троттлинга. Как ощущают себя MOSFET-ы? Лишние 15 Вт процессора обошлись в дополнительный десяток градусов. Да, не вскипятить чаек, но обжечься от 90 градусов можно легко. В Cinebench ситуация аналогичная. Процессор также потребляет порядка 75 Вт, работая при этом на 4 ГГц, а в РМ – в шаге от кипения. При этом результат без лимитов изменился слабо – плюс 6% в многопотоке и разница на уровне погрешности в однопотоке. В Blender ситуация аналогичная. Снятие лимитов позволило процессору отрендерить сцену на полминуты быстрее, или 5%. Разница, опять же, незначительная. При этом цепи питания нагрелись меньше 85 градусов. Горячо, но не критично. Подведем краткие итоги. В тяжелых рабочих задачах ограничение i5-12400 в рамках родного теплопакета приводит к минимальному снижению производительности, и при этом даже на недорогой плате можно позволить потреблять процессору столько, сколько он хочет, и до перегрева ВРМ и троттлинга дело, скорее всего, не дойдет. Разумеется, если речь идет о продуваемом корпусе. Если еще установлен кулер по типу боксового, который будет дополнительно обдувать MOSFET, проблем вообще точно не будет. Но что насчет игр? Они грузят процессор обычно гораздо слабее, хватит ли тут 65-ваттного лимита, при котором цепи питания совсем не греются? Давайте проверим это, а заодно еще раз посмотрим, как справляется с современными игрушками народная RTX 3060 на 12 гигабайт. Да, именно на 12. Версия на 8 имеет урезанную шину памяти и вплоть до 20% слабее. И начнем с последнего вышедшего приключения Ассасинов, на этот раз в средневековой Европе. Игра неплохо нагружает процессор под 50% в тестовой сцене, но до упора в него еще далеко. Видеокарта в Full HD с максимальными настройками графики всегда полностью занята. Как итог, наш i5 потребляет до 40 ватт. Две трети от дозволенного, так что он легко удерживает максимальные 4 гигагерца. Итоговый средний FPS выше 70 кадров, играть максимально комфортно. Тяжелый и красивый Cyberpunk, который наконец-то более-менее оптимизировали. Full HD на высоких настройках графики с минимальной трассировкой и DLSS на авто. Тут нагрузка на процессор уже повыше, она прыгает в районе 50-70%, но родного TDP снова хватает с запасом, потребление укладывается в 50 ватт. Частота, разумеется, максимальная. VRM тоже сильно не греется до 70 градусов, что более чем допустимо. Что касается видеокарты, то она справляется с игрой без проблем. Средний FPS 70, что более чем комфортно даже для шутера. Давайте зайдем с другой стороны, рассмотрим бодрый шутан в Банановой Республике, который плохо параллелит нагрузку и сильно использует только одно ядро. Возможно, в Far Cry 6 i5-12400 будет троттлить из-за ограничения в TDP. И снова нет, наш CPU без проблем держит 4 ГГц, потребляя едва ли 45 Вт. Видеокарта и тут справляется на ура. С ультра настройками в Full HD отрисовало в среднем аж 100 кадров. Отправляемся на мексиканский автофестиваль Forza Horizon 5 с экстремальными настройками графики, процессор вообще прохлаждается, будучи нагруженным обычно меньше 40%. Разумеется, частота максимальная, ибо потребление около половины от лимита. Как итог, 3060 смогла отрисовать в Full HD 70 кадров. И под конец, как же не вспомнить про нашумевший ремастер третьего Ведьмака, который принял эстафету короля неоптимизированности. Высокий пресет с частичной трассировкой DLSS на авто выдает 15 кадров. Но если отключить глючный RTX ON, проблемы исчезают. FPS на запредельном качестве вырастает под 80-90 кадров. Серьезной нагрузки на CPU нет от силы 50% при 40-45 Втах, что позволяет процессору работать на полных 4 ГГц. Какие тут можно сделать выводы? В играх i5-12400 с запасом укладывается в лимит в 65 Вт, какого-либо троттлинга или серьезного нагрева в РМ нет и близко, даже на самой дешевой плате. Что касается его связки с RTX 3060, как и следовало ожидать, она без проблем тянет современные оптимизированные проекты в Full HD на ультрах без упора в CPU, разве что аппетиты по поводу трассировки придется слегка поубавить. С такой сборкой вы сможете замахнуться и на 2К, что мы сейчас и выясним. В таком случае мониторить нагрузку на процессор смысла уже нет, FPS будет меньше. CPU грузится и греется еще слабее, так что тут вопрос больше к видеокарте. С Valhalla на ультрах она справляется без проблем, в среднем получается чуть меньше 60 кадров в секунду, что для такой игры более чем достаточно. Far Cry 6 еще лучше, около 75 кадров в среднем, играть более чем комфортно. С тяжелым киберпанком тоже все хорошо, спасая DLSS. При слегка мыльной картинке можно получить 55 кадров в среднем на высоком пресете. С гоночной фарзой вообще никаких проблем, 60 FPS на ультрах, ну и ради интереса обновленный третий Ведьмак. Трассировку, естественно, мы включать не будем, а вот без нее на запредельных настройках графики с DLSS проблем с 2К тоже нет. FPS около 60, так что замахнуться на 1440p в случае с 3060 можно. И пару слов о видеокарте. Тут стоит необычная для России версия RTX 3060 от Manly. Нет, это не рефаб как пилант, это официальный партнер Nvidia в Китае. Сама по себе карта простая, пару вертушек, не самый большой радиатор, но как показывает практика чипу, RTX 3060 холодный. Так что охладить его проблем нет. Даже такой простенький охлад способен удерживать температуру GPU на уровне 82 градусов Superposition 4K при 1850 МГц. Хотя и вертушки шумели на 100% оборотах. В играх, разумеется, все куда лучше, и нагрев на 5 градусов ниже, и частота нередко за 1900 МГц бустит. Ну и, естественно, шум меньше. Так что это очередное подтверждение того, что можно брать любую 3060. Нет смысла в переплате за топ-версии. Главное, чтобы была гарантия. Для i5-12400 дорогой платы не нужно. Хватит и простого решения с минимальным количеством фаз без радиаторов. Даже если вы рассматриваете рабочие задачи. Но все же я рекомендую потратить еще пару-тройку тысяч рублей, взять уже продвинутую материнку с четырьмя слотами ОЗУ, ну и радиатором в зоне ВРМ. Тесты показали, что ВРМ нашей платы уже сложновато дать процессору 80 Вт. Если для шестиядерного i5 это потолок, то вот различные i7 и тем более i9 даже в играх могут потреблять за сотню Вт. Как итог, с такими процессорами простые B660 платы не справляются даже в играх. Более того, апдейт даже на i5-12600K в случае с рабочими задачами закрыт. Мосфеты греются до 115 градусов и снижают ток, что выливается в троттлинг процессора. Поэтому, если вы задумываетесь о будущем, покупать такую плату все же лучше для четырехъядерных Core i3 или вообще двухъядерных Pentium. В таком случае апгрейд на тот же десятиядерный i3-14400 в будущем будет иметь смысл и не заставит вашу плату вариться в собственном соку. В качестве подопытного выступал брендовый компьютер Thunder Robot Черный Воин 3 Pro XLD. У этого космического трансформера сзади есть даже спойлер. На самом деле это ручка для переноски, так как корпус достаточно тяжелый. Боковая крышка из закаленного стекла на магнитах. Ну и конечно же, куда без RGB-подсветки. Кроме i5-12400 под водянкой и RTX 3060 от Manly внутри 32 гигабайта DDR4-3200 двумя планками. С учетом того, что слота под ОЗУ всего два, это разумно на будущее. Хотя если собирать ПК самому, можно взять решение с четырьмя слотами и изначально обойтись 16 гигабайтами. В играх этого пока более чем хватает. За питание отвечает бронзовый БП на 600 ватт от малоизвестной в наших краях фирмы Epyx Gaming, продукция которой продается на Amazon. Блок питания базового уровня на 12 вольт выдает 480 ватт, так что для такой сборки, которая едва ли в играх будет потреблять больше 350, это нормально, но запаса на будущее и апгрейд тут нет. Резюмируем. Можно ли ставить 12400 на простую плату без радиаторов? Да, даже в случае с рабочими задачами. Имеет ли смысл убирать 65-ваттный лимит? Нет, даже в случае сложных расчетных задач разница будет минимальна в районе 5%. Сбалансирована ли сборка 12400-3060? Да, это идеальный баланс для Full HD и даже иногда QHD с небольшой трассировочкой. Спасибо, Тандер Робот, за предоставленный нам сэмпл. Ссылочка на этот компьютер будет в описании. Там же в описании ссылочки на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал. На связи АМК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Впереди у нас тест SSD. Пока.